Всем по-бро, дорогие друзья! С вами Винди, и сегодня мы с вами обсудим и рассмотрим тизер, точнее трейлер Five Nights at Freddy's World, который вышел совсем недавно, у меня ссылочка в описании, если что. И сегодня мы заанализируем это видео по полной. И первонаперво Шерлок Винди с вами посмотрит одну картиночку под названием I will put you back together. Кто помнит, эта картиночка была еще в ФНАФ 4. 4? 4? 4? Йоу, Гэнстер, щит! И она еще была во ФНАФ 4, возможно, возможно, эта картиночка показывает, что ФНАФ Ворлд и ФНАФ 4 будут связаны, несмотря на то, что Скотт говорил, что этого не будет. Ну а теперь к обзору трейлера. Значит, я смотрю его не в первый раз, я смотрю свой же переведенный трейлер, поэтому я не буду показывать свою реакцию, потому что очевидно, это будет наиграно, я не хочу делать наигранное видео, поэтому мы сегодня посмотрим с вами на картинки, которые здесь есть, их достаточно много интересных, и также маленькая такая новость. Оказывается, что ФНАФ Ворлд выйдет аж на эти выходных, по крайней мере, как сказал Скотт. Прямо сейчас вы на экране видите картинку его комментария, так что ждем, ждем до выходных. Я, разумеется, буду ее проходить. Итак, давай, значит, посмотрим. Значит, во-первых, теперь они телевили, тролевали, вот это все старое. Раз! Сноуком. Снеговик с шестистволками. Это, очевидно, босс. И здесь, кстати говоря, показан один из наших байтов. Байты, кто не знает, это улучшение. И они, вот они. Это улучшение, короче говоря, которое можно будет брать и использовать. Вот, к примеру, эти НЛОшки, это тоже байты. Хорошо. Значит, это первый босс, которого мы здесь видим. Это второй босс, бешеный эндоскелет. Мы его тут же раньше видели. И при этом, этот кошмар использует способность какую-то, которая просто дамажит его. Такими, хтш. Его челюстями. При этом, видишь, у него здесь находятся два байта, его атакуют. И здесь два урона. Даже три, четыре, пять уронов, я бы сказал. Четыре урона. То есть, видимо, байты также наносят удары. И, к примеру, вот эта НЛОшка, предположительно, тоже наносит удар. Так, давай почитаем. Раз удар, два удар, три удар. Раз удар, четыре удар. Возможно, что вот эти четыре урона, это уроны от всех байтов. Да, ребят, то есть, возможно, байты, это такие маленькие питомцы, которых вы можете использовать в бою, которые будут вам помогать. И что значит глум? Подожди. Глум. Раньше было на надпись? Нет. Глум, это, похоже, эффект, который кидается на босса. Видишь, здесь надпись глум. Раньше ее не было на боссах. То есть, это либо его эффект, какой-то свой собственный баф, либо что-то такое. В общем, достаточно интересная шнягонька. Далее. Ух, посмотри, на этого плюш тропа. Я убью тебя, баскудишь. Так, далее. У нас тут карта. Видимо, Скотт решил отказаться от своего 3D-варианта карты. И он решил перейти к такому конкретно 2D-варианту. Здесь у нас есть какой-то ключик и джампы. То есть, мы можем перепрыгивать, похоже, по разным картам, или, может быть, уровням, или что-то такое. Предположительно, это переход в разные уровни. Допустим, первый... Первый это вот это озеро, второй это какая-нибудь пустыня, или лес, или что-нибудь такое. Возможно. Здесь у нас есть команда, чипы, байты и сохранения, которые мы можем изменять. И 64. Не знаю, что это может быть с уровнем, или что-то такое. Еще парочка врагов у нас. Это бокс байт. В принципе, ничего особо говорить нечего, кроме вот этих вот кастуемых способностей под названием мелодии. Я не знаю, кто их кастует на данный момент. Предположительно, это, наверное, Мангл. Да? Я думаю, это Мангл, но я не уверен. Кстати, многие говорят, что... Если ты здесь посмотришь, то... Да, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Паренек, который называется Душа Ребенка, меняет свой цвет. Говорили так в чатике, но нет, это не так. Он не меняет свой цвет. Значит, приготовься. Это Порк Патч. Это имя нашей свинины. Это один из боссов. Порк Патч. И, кстати, тут мы видим, как сами байты наносят удар. Посмотри. Видел? Они пока ставали по нему и нанесли удар. То есть, да, все же это именно наши питомцы маленькие, которые наносят урон. Это здорово. Теперь у нас есть щипы, которые... Юри, статус... Я пока не знаю, что они дают. Предположительно, это улучшение. Но как они именно работают, пока неизвестно. Мы этого не видели в действии. Я думаю, что это улучшение, которое ты можешь менять. И они дают какие-то прибавки к статам твоей команде. Скорее всего, так. К... Вот это магазин. И смотри. Самое интересное. Во-первых. Очень странная вот эта сцена. Вот это. Просто... Ха-ха-ха. Две мангл стоят рядом друг с другом. И танцуют друг с другом. Что? И я хочу глянуть. Одна вещь. Очень интересная. Подожди, подожди, подожди. Вот. Вот она. Смотри. Здесь мы видим. Не знаю. Нужно поймать кадр, чтобы... Трудно. Короче. Сложно, сложно. Вот это вот. Вот это. Похоже на мангл. Вот это похоже на мангл, которая есть дальше. То есть, видимо, вот это вот мангл стоит здесь. И это вроде как магазин. Ты подходишь к ней и попадаешь сюда. Где ты можешь купить поп-поп, хабум и бум. Это бомбы, которые... Не знаю, как работают. Возможно, они используются прямо в бою. А возможно, они используются как-то иначе. Но у этой мангл огромная туча денег. Эх ты, продажная скотина. И почему-то именно мангл подошла к мангл. То есть, у вас обязательно должно быть в команде мангл, чтобы прийти сюда? Или нет? Не знаю. Точно не знаю. Еще. Смотри, еще кое-что интересное здесь есть. Где-где-где? Хочу увидеть карту. Еще раз, можно карту. Вот она, вот она. Стоп, стоп. Видишь вот это? Вот, вот, вот это. Фиолетовая шняженька. Это очень похоже на фиолетового парня. У него даже вот два... Две белых точки у него в глазах. И все глаза черные. И при этом он серьезно похож на фиолетового парня. Это либо фиолетовый какой-то аниматроник. Либо фиолетовый парень. Но я не уверен. Вряд ли фиолетовый парень просто будет стоять на карте и такой... Ну, я, короче, жду, пока кто-нибудь ко мне подойдет, чтобы сделать что-нибудь. Не. Я думаю, что он будет более важной фигурой в этой игре. А это какой-нибудь его приспешник. Или, может быть, фиолетовый Фредди. Может быть, так выглядит. Вряд ли, конечно. Но я не вижу никаких вариантов. А может быть, кто-то новый. Может быть, полностью новый какой-то аниматроник. Или персонаж, который фиолетовый. И еще вот этот парень, который вверху похож на Балумбоя или что-то такое. Я бы сказал, что это Балумбой. Не, не, не. Что еще? Стоп, стоп, стоп. Вот это что? Вот это что вообще? Что это? Это, видимо, у нас будут маленькие мини-игры, в которых мы сможем охотиться, рыбачить. Почему бы и нет? Фредди, рыбачивший на рыбок-роботов. Я бы сказал, у них челюсть роботическая. То есть... И причем охотиться вантусом, должен вам заметить. То есть, это такая маленькая мини-игра, которая будет давать вам какой-то бонус. Возможно. Я не знаю. Но увидим. Игра, в конце концов, выходит достаточно скоро. Поэтому это будет видно. И еще здесь какой-то шарик. Это вот, типа, наверное, вы поймали... Да! Видимо... Видишь? Видишь? Один шарик не заполнен. И когда он ловит... Бум! И шарик заполняется. Это либо бонус, Либо ваша задача. То есть, в этой мини-игре вы должны поймать одну рыбеску. Или как-то так. Я не знаю точно. Тут ничего, считай, до вас сказать не могу. Но какая рыбалка во ФНАФ? Что? Значит, далее. Вот это мир между мирами. Мы видели эту картинку. Мы о ней уже разговаривали. Не знаю до конца, что это такое. Но это похоже на какую-то, знаешь... Типа, мини-игру, которая... Будет нести какой-то тайный смысл. Я так думаю. А возможно, это просто... Вот смотри. Смотри, смотри, смотри. Вот ты жмешь. Да, это на самом деле имеет смысл. Конкретно смысл. Смотри. Ты жмешь... Где? А! Сюда, вот. Ты жмешь один, да? Допустим, выбираешь другой мир. Хочешь перейти в мир два из мира один. И тогда ты попадаешь сюда. Сюда. Вот сюда. И ты должен здесь пройти какой-нибудь маленький пазл, чтобы попасть в нужный тебе мир. Это имеет, имеет, имеет смысл, мне кажется. Если у вас есть какие-то другие предположения, то, конечно, напишите их в комментариях внизу. Мне будет интересно почитать. И, опять же, в конце концов, мы узнаем, кто прав через всего лишь парочку дней. Сейчас у меня вторник. Мы через буквально четыре, наверное, пять дней узнаем, что же, на самом деле, в этом Фнэп Уорлд было. Ну и дальше аниматроники. Я не прокручивал медленно здесь все имена. Некоторые говорят, что здесь в именах есть какое-то лишнее имя или секретное имя. Я пытался так посмотреть, но я ничего не нашел. Если я слепой пендель, то, конечно, извините меня. Но я предполагаю, что здесь ничего нету. Папер Палс. Это ничего нового. Эндоскелетон 1, 2, Спрингтрап. Голден Фредди. Мангл? Какая Мангл? Подожди. Что? А, наверное, Фантом Мангл. И все. То есть, я так понимаю, здесь ничего лишнего нету. Но если здесь все же есть, тогда напишите, конечно, в комментариях. Мы узнаем. Ну и дальше наша старая добрая Мангл, которая, возможно, повесилась, а, возможно, и не была. Я думаю, что мы скоро. Что ж! Что ж! Мы с вами рассмотрели весь, весь, весь трейлер, который есть. Достаточно интересно. Много всяких пасхалочек, много всяких маленьких штучек, которые можно обсудить. Я постарался обсудить все, что увидел. Если я что-то не увидел, извините меня. Я не терминатор, не сверхчеловек, ничего такого. Я могу что-нибудь проследить. Но я надеюсь, что я посмотрел все. Особенно мне интересно, что это был за фиолетовый парень? Это раз. Два. Что вы думаете на тему того, есть ли тут какие-то дополнительные аниматроники, которые не названы? Два. И три. Что-то еще интересно. А, мир между мирами. Что это за шняга? Чему она? И о чем она? Напишите тоже в комментариях. Ну а так, на этом все, дорогие друзья. И если вам понравилось, тогда вдарьте мужицкий лайк. Ну а если вы девочки, тогда сделайте нежный тюк по нему. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok